привет дорогие подписчики и зрители канала меня зовут артур мы продолжаем проходить чем темную мезу многие спрашивают что такое меса меса это полая гора или ну это гора короче говоря гора есть темная гора лада хоть не горбатая предыдущей серии какая прелесть предыдущей серии мы добрались вот до этого ученого который нам поведал что на другом конце этой станции базы есть ученые которым можно доверять вообще доверять может только ученым нужно с ними встретиться и с их помощью как-то выбраться отсюда им помочь соответственно а ты дружок сиди тут запреси никому не открывай потому что военные в данном случае оказались даже хуже чем да я чувствую что что-то горит потому что мы в предыдущей серии столько народу убили что они до сих пор дымятся наверно короче говоря давайте выбираться отсюда дробовик от хорошо таких закрытых помещений блин ну по моему вот концепция этой темной мессы она идеально вообще то есть лучший сетинг вообще для игры подобного рода это закрытая местность с которой тебе нужно выбраться и тут много всего происходит при этом еще интересно находиться сама по себе база секретная заброшенная это это всегда было интересно но тут при этом еще зачистку военными ученых зачистка инопланетянами военных и ученых блин само по себе тут техногенные аварии все разваливается короче но это просто все-таки первых half-life не зря одна из моих самых любимых игр которых у меня не так много я не говорю что вот каждая игра которая понравилась вот все мои любимые у меня есть несколько игр которые я именно запомнил на года остальные все постольку поскольку допустим я люблю первый metal gear solid это прямо читаю шедевром люблю final фэнтези 7 моя любимая jrpg хотя в целом жанр не особо почитаю люблю 1 half-life люблю 2 half-life но уже поменьше при том что 2 half-life считаю тоже шедевром хотя мало какие игры могу шедеврами назвать metal gear и другие части многие другие части файл фэнтези но далеко не все допустим 6 8 9 хорошие очень много именно игр которые не стыдно президенты его вы назвать по-настоящему шедевральными вещами но вот любимых игр у меня на данный момент 3 это ремейк одной из них я думаю ремейки остальных тоже рано или поздно будет потому что что по одной чтобы второй столько слух входит но если metal gear solid 1 его уже делали ремейк на геймкубе под названием twin snakes это все таки по моему было маленько не то потому что там совершенно другие люди отвечали за этой какая-то матрица вместо игры получилось спецэффектами там уворачивание от пуль metal gear он всегда не про это был но постановка боев конечно была крутая то файл фэнтези это просто упорно упорно циркулируют слухи что ее хотят переиздать на новом движке я даже не уверен нужно ли это как допустим half-life в котором этого определенно было пакость иди сюда ой она же исчезла а станет исчезла у меня забрызгал так вот хорошо вы уже меньше из моих бед так нужно аккуратней быть аптечка какая-то интересно граната у меня тоже есть тут гранаты интересно раскидал открылась дверь хорошо дробовик радует дробовик это из той самой категории дробовиков которые еще со времен дума 2 которые на самом деле внушали били на расстоянии и в упор страшным оружием являлись а не то что сейчас в играх это просто какой-то позор вместо дробовиков в баттлфилде в call of duty в упор стреляешь и то есть его совсем в упор то убьешь а если 5 метров то уже пули разлетятся хрен знает куда как будто он у него не ствол там а какая-то ерунда вместо него ладно тем не менее куда-то мы едем я уже хочу опробовать свой дробовик на этих солдатах потому что их ненавижу эти сволочи вырубают вообще всех так хорошо но тут судя по всему военных нет не успели они до сюда добраться это уже какие-то совсем нижние уровни мотовоз патроны хорошо неужели у меня больше не полезет патронов на револьвер мне бы они явно помешали короче вот такая вот связка это по моему оптимальный выбор так ну что пойдемте к мотовозу тогда высокое напряжение больше то я не думаю что нам есть чем заняться офигеть масштабы просто всего этого поражает эта база она просто гигантская циклопических размеров это как свое время впечатлял и шумура корабль тем что снаружи кажется не таким большим но там просто на полную давай 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 отлично до свидания так по моему а а я не могу затормозить а спрыгиваю о блин короче говоря как-то странно сделано в первом half life насколько я помню там зажимал эту кнопку и появились появлялся на экране маркер который отображал с какой скоростью двигаешься вперед или назад а а здесь этого нету и ориентируется достаточно сложно ну ладно мы в итоге выбрались и за нами вроде не бегут эти зверюшки кстати говоря знатоки в комментариях написали что они называются хундай странно полнозвание ребята по-моему мы сейчас начнем светиться от радиации нет офигеть так на целом и не проходим а падать не надо так я сюда не попаду тогда мне соответственно так что счетчик гейгер уже начинает потрескивать ничего хорошего надеюсь костюм нас защитит на то он собственный хэзер сьют то есть костюм предназначен для опасного окружения все-таки ссыкотно как-то я даже сказал боязно но потихоньку потрескивает да искать что прям совсем все плохо так дороги дальше нет сюда что ли замечательно просто гордон фрима ты постоянно находишь проблем на свою попницу блин я все-таки так ну несчастлив такие вещи меня счастливым точно сделать но я так доволен что первую часть все-таки поставили на новый движок это же а скотина ну что ж с вами не так постоянно короче говоря так рад что поставили аккумуляторы на новый движок эту игру потому что блин ну это была моя мечта наверное со времен когда я я поиграл первых half-life постоянно хотелось как-то вернее со времен как вышел сурс как вышел второй half-life они выпускали именно half-life half-life source и все думали о типа на этом движке будет и будет круто но на суть по сути они именно перевели игру на движок первую часть при этом ничего в ней не изменили там единственная вода шейдерная была а так по сути это была та же самая первых half-life с теми же самыми углами с теми же самыми малополигональными моделями да что с тобой хватило нет не так сильно кстати обжигает пакостью пакость похоже она ушла куда-то просто а ну по кускам хорошо офигеть это же просто смешно так такие размеры да ну да спасибо тебе бочка за то что взорвалась нужный момент надо было просто стрелять по этим тварям гораздо проще хотелось по красивому сделать вот что в итоге получилось да ладно зато теперь у нас шотган красивый он как светится вообще это по моему не очень хорошо то что у нас тут все плавают в радиоактивных отходов которые текут вон из этой вот дырочки есть у меня такое мнение я думаю вы со мной согласитесь кстати говоря прям вот такой вот чувство дежавю о как зашкаливает дежавю из детспейса они похоже неоднократно так потому что дэдспейс по сути своей он именно ребенок альфайфа потому что по механике это та же самая игра и по смыслу тоже это человек прибывает причем молчаливый человек в первом дэдспейсе на закрытую базу но в данном случае на корабле шимуру или на блэк мессу как в данном случае и практически сразу начинается бардак ему нужно выбраться и очень во многих моментах просто игры пересекаются и вот о чем я говорю чувство дежавю то что отталкивалось очень это многого и в этой игре разработчики в данном случае взяли эмбиент такое что на заднем плане кто-то там роняет инструменты этим не именно запомнился дэдспейс там такое любили я не против к берут из игры самое лучшее и качественно дополняют с помощью этого и так идеальную концепцию half-life а это вам хорошо так наконец-то у нас перестанет фонить чочек гиггера потому что там незачуто вообще все плохо было проще будет даже если разберутся они со всем этим бардаком на этой станции проще будет ее запечатать нафиг и забыть потому что просто представьте в ремонт всего этого выльется мне не нравится этот звук уже могу сказать не надо ой 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 бочки вообще взрываетесь а вроде бы на бочке а на ней радиоактивно написано я думал на ней блин взрывоопасно написано да что там гудит так но это ох мне нравится мне эти звуки это не левиафан тут случаем хэд крабы ненавижу хэд крабов на самом деле обожаю это очень прикольные зверюшки хотя конечно они скопируют по смысловой нагрузке с фейсхаггеров из чужих но по сути очень прикольные твари знаковые просто для серии так тут мы не проходим да нет кто ж там так но это заунывно давайте посмотрим что это такое хорошо допустим что с тобой нужно включить ракетный двигатель уничтожить эту штуку пока она еще больше не стало супер так братья отмучился что за штуку судя по звукам она явно не один центнер весит ух твою мать давай сюда давай ой 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 на но и нафиг чуть не подпрыгнул а ну да я помню помню вас из из оригинальной игры было там такое в глаз те можно попасть нет бесполезно похоже видео кассеты нужно уходить отсюда толку во всем этом 0 кислород топливо пуск смешивание топлива так но пока ничего не работает что я могу сказать тихо тихо слышит нас ученые туда ходили да я с вами вот его лучше тут сиди братью я сам как-нибудь в одиночку мне спокойнее офигеть ну ты совсем совсем дубу рухнул его просто захарчило да и меня поцарапал чуть-чуть зря 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 я так ломанулся так что мне дает отсечил чаши уже против них не работает ну ладно живой более-менее более-менее живой уже хорошо так нужно чтобы это было готово понятно ну что я могу сказать у нас серьезные проблемы твою мать что с патронами вообще напряженка так вот для топлива для кислорода значит понятно меня сейчас сжатым воздухом не пришибет это ты что ли делаешь или кто это да ладно потом так давайте посмотрим что у нас есть ну наконец-то хоть одна аптечка выпала из этих ящиков а то я уже думал они совсем бесполезны несмотря на заверения людей в комментариях потому что сколько мы это уже какая серия по счету а мы все никак не могли найти в ящиках что-то хорошее нам все время средства там для мытья посуды какой-то вылезала туалетная бумага я слышу 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 а что это такое вот ладно неважно не открылось не он дробовик просто для таких расстояний это идеальное оружие раз-два не страшно блин конечно от краба это плохо ну да ладно что там меч был что ли а каска мячик так два патрона плохо есть конечно всякое вот такое вот но как-то мне жалко этот пистолет тратить это главная проблема то что его жалко тратить и что я сюда пришел оооо так нам явно не туда возможно сюда как-то так ну-ка попробуем подожди откуда здесь от решетки куски так ну я не пролезаю может мне перепрыгнуть тогда что ли это опасно блин а в итоге я все же никуда не попадаю на кой черт я вообще сюда шел тогда да так а по центру я тоже не протискиваюсь а вот лестница смотри это хорошо только как я теперь ну давайте вот так вот вот паркур так хорошо там не кратится лучшим это это чё это там такое ну вроде вроде не электричество что это за хрень такая испугало замечательно вообще мы в ее логове а тут как раз он его кушала просто супер так приготовить это же просто кошмар какой вот такие моменты халфу и любишь больше всего когда вот эта атмосфера одиночества она в халфе в первой как ни в чем другом хорошо передается ну вроде тихо да вроде тихо хорошо это что за вентиль он нам пригодится нет нет как нить тут гермовороты гермоворота нам так просто не открыть понятно слышу зомбятину но зомбятина это решаемо он стеной где то тут возможно повыше нас да похоже на то где это я шо хорошо то хорошо только я так ничего и не добился когда я уже пущу кислород и пущу топливо отлично масштабно так что у нас там кстати по времени то и в принципе уже можно заканчивать но еще минуток пять блин эти двери вообще когда-нибудь будут открываться нет охренеть уху ну вы понимаете да что необходимая мера для станции такого размера именно вот такой вот огромный вентиляционной шахты и можно продувать только что за звуки там были так что мы тут делаем ручной пуск только в аварийных случаях ну у нас случай я думаю достаточно такой аварийный да как обычно в ящиках ничего хорошего ох что-то мне все это не нравится напоминает как их там фильм этот Avengers Мстители когда там железного человека зажал этой хренью так я так сейчас понимаю ее включаю и умираю да так сохраняемся сейчас если я включаю то я сразу ломлю сюда допустим но не факт давайте просто запустим поначалу посмотрим да меня сейчас намотает просто на эти винты ой-ой-ой-ой-ой-ой так нет не туда уже явно ну я он не вниз давай дружок Выключайся, ну Ну понятно Короче, нужно быстро, быстро Как только включил Сразу ломиться туда, пока она не раскрутилась Потому что иначе все пропало, шеф А, блин, все же не зажало Просто прижало, поторопился Хорошо Блин, куда я побежал? Опа А мы вот так Отлично, так, что дальше? Нужно валить отсюда Я чувствую, нужно валить Ай, давай, давай, давай Ну неплохо так раскрутило Ну хорошо Что это нам дает-то? Фу По крайней мере, сохранились Лежать Тут что? Блин Тут у нас только патроны, похоже Ой-ой-ой-ой Да что ж такое Так, мне похоже, наверх как-то надо лететь, что ли Ладно Давайте попробуем долететь до этой решетки Получится, нет? Ой, не знаю, ребята А-а-а Что-то я совсем плохо улетел Давай-давай-давай-давай-давай-давай Давай, еще чуть-чуть Блин, я застрял Ты посмотри, сколько их тут этих люков Может мне Давай-давай-давай-давай Пошел А-а-а Хорошо Может не сюда Фу Блин Это неожиданно Так, понятно Это я думаю, если мы в тот люк пришли То все равно сюда бы залезли Твою мать Ненавижу вас, твари Да Хватит мельтешить Фу Да что ж С вами все время не так Я, по-моему, понимаю, где мы находимся вообще Наконец-то ориентировался Ну да, эта дверь не откроется Тут у нас ничего хорошего Но, по крайней мере, мы сейчас найдем рубильник, похоже Так, понял Нам туда Сначала проверим, нет ли тут чего еще вкусного Фу Неплохой такой Ну, конечно же, ничего хорошего тут нет Вообще, пора прекращать Забывать уже про эти ящики К чертовой матери Все равно у них вообще ничего нет Так, ладно Скрипты, скрипты Ну, ребят Иди сюда Замечательно Да, блин Дорх от краблища Плохо Заколебали Так, короче говоря Вот мы попали В комнату, куда нам как раз-таки и нужно было Придется, похоже, патроны потратить Но, в целом То, за чем мы сюда шли Мы, собственно И пришли сюда за этим Так, ну-ка Давление помпы Аварийная остановка Топливо Почему ничего не запускается Еще зря сюда шел, что ли Так, ну-ка Странно Вообще, нул эмоций Ага, понятно Так, а куда тебя нужно присобачить? Да что С вами не так-то все время Ага, понятно Ой, не надо так лишним Вот это вот Ну-ка Так, что дальше? Почему ты не крутишься? Допустим Или все, мы запустили ее, похоже И все у нас нормально теперь И можно возвращаться, я смотрю, да? Ну-ка Рейди, да Давайте на этом прекратим, наверное, эту серию В следующий пойдем пускать уже топливо Или нет, мы топливо уже направили Нам осталось спустить кислород Или мы их оба направили Нет, это вроде топливо И то, и то Короче говоря, продолжим этим заниматься И в следующей серии, я думаю, мы уже избавимся от этой большой твари Которая сидит там под ракетным двигателем Выбрала себе место тоже Блин, это просто офигенно Надеюсь, вам нравится так же, как и мне Увидимся в следующей серии С вами был Артур Всего хорошего Пока-пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok